Рада всех приветствовать вас у нас в Мемориальном музее Паустовского. Вы знаете, наш летний лекторий работает уже несколько лет. Мы гуляем, это книжные прогулки по Одессе, мы гуляем не с книгой в руках, как вот нам звонят и говорят, а когда у вас будет экскурсия по Одессе? Не с книгой в руках по улице мы гуляем, а мы гуляем по книгам. То есть, сидя на одном месте, мы подбираем книги, в которых есть описание той улицы, о которой сейчас идет речь. Нынешняя книжная прогулка посвящена небольшому переулку, переулку Веры Инберг. Сейчас она уже, наверное, не переулок называется, а улица Веры Инберг. Она же была купальник, а купальник, а купальник, стурдовский переулок. Да, по-моему, сейчас уже улица Веры Инберг, если я не ошибаюсь. Я уже запуталась с переименованием, поэтому... Да, трудно, как скажете, так и будет. Значит, чему посвящен летний лекторий этого сезона? В этом году Мемориальному музею исполняется 20 лет. И поэтому мы для летнего лектория взяли те улочки небольшие, переулки, о которых писал Константин Паустовский, и которые примыкают к нашей улице Черноморской. А в улице Черноморской мы делали много выставок и читали лекции. А вот об этих переулках речь не шла. Предыдущая наша встреча с Татьяной Евгеньевной Донцовой была посвящена Ливерсовскому бульвару и улице Ильянтовича. То бишь бульвару Дзержинского и улице Белинского. Вот, нынешняя посвящена улице Веры Индер. А следующее заседание, а следующая наша встреча будет посвящена двум переулкам. Переулку обсерваторному и батарейному. Когда будет проходить эта лекция, следите за нашими объявлениями в Фейсбуке, на сайте нашего музея, на сайте литературного музея. А сейчас я предоставляю слово Татьяне Евгеньевне Донцовой, которая поведет нас по этой улочке и расскажет все, что ей удалось накопать. Ну, прежде всего, я бы хотела поздравить музей Полстовского, всех присутствующих здесь друзей и гостей музея, со славным юбилеем, и пожелать всем нам еще долгих-долгих лет взаимного интереса друг к другу. Мне кажется, что пока нам что-то интересно, кроме наших бытовых проблем, наша жизнь будет намного интереснее. Ну и в качестве такого скромненького сувенира я бы хотела преподнести вот такой диск под названием «Голоса, зазвучавший вновь». Это голоса, восстановленные, восстановленные голоса наших, классиков нашей великой русской литературы, среди которых есть не только современники и знакомые Константина Георгиевича Паустовского, но и лично здесь есть его личный друг, «Одисси», поэт Эдуард Багриц. Я бы хотела, чтобы в наших стенах звучал голос друга Паустовского, а мы когда-нибудь тоже соберемся и послушаем. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это так. Ну, главное – внимание. Правда, Жанна? Правда, это правда. Что касается нашей будущей прогулки, то я считаю невозможным ее проводить без эпиграфа, который идеально подходит к нашему сегодняшнему мероприятию. Я думаю, этот эпиграф многие из вас знают наизусть, но я, по-не менее, его прочитаю. Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от Миксго. Я часто испытывала это на себе. Иногда я возвращался из города в полном умении за какую-нибудь неудачу, но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, в обсерваторный, в Стордовский или в Батарейник, услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы. Этот час возвращали спокойствие и душевная легкость. Почти все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Константин Паустовский. Время больших ожиданий. Ну и для вступления в тему немножко истории. Вот перед вами на экране план города Одессы 1836 года. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, чтобы иметь представление о том, что представляла собой местность, в центре которой мы сейчас находимся, в то далекое время. А эта местность включает в себя территорию побережья от современного лонжерона до приблизительно склонов современного санатория имени Лермонта. Как видно по этой карте, изначально этот микрорайон был предназначен под дачные хутора довольно узкого круга именитых граждан и детства. Вот посмотрите, здесь есть расшифровка тех цифр, здесь они плохо видны, но поверьте мне, что они здесь есть, римские цифры вдоль побережья идут. Это огромные шесть участков. С расшифровкой мы можем ознакомиться вот ниже карты. Кому принадлежали эти хутора? Графини Лонжерон, наследником первого директора Ишельевского лицея Аббата Николя, князю Контакузину, генералом Пущину и Курицу, графу Воронцову. Со временем, переходя из рук руки, эти огромные участки дачные естественно дробились, мельчали. И к концу 19 века представляли собой в плане уже, конечно, подобие лоскутного одеяла. Но тем не менее, до сегодняшнего дня этот район уже полудачный, еще в том, что он делал, это все равно считается очень красивым. Но в то время, когда как грибы после дождя плодились вот эти вот мелкие участки и очень интенсивно их стали застраивать, естественно, что возникла потребность в подъездных путях, путях к ним. И все вот эти вот лабиринты представляли собой каждый, естественно, владелец старался поближе к себе протянуть дорогу. И все эти лабиринты назывались кубичков, проезды, курины, которые только благодаря усилиям одесских землемеров в конце 19 века были преображены в более-менее приличные дороги, которые мы знаем сейчас под названиями вот этих трех переулок, о которых шла речь выше. Это батарейный, обсерваторный и стурдовский. Так как сегодня мы гуляем по стурдовскому переулку, мне бы хотелось сказать о том, что первое упоминание о стурдовской улице разыскал Яков Яковлевич Мальстровой и опубликовал это в своей последней книге, посвященной этапонимике Одессы, где он говорит, что первое упоминание о стурдовской улице тогда было где-то в середине 1860-х годов. Но я должна подчеркнуть, что это название было все-таки народное. А почему оно произошло, тоже вполне закономерно. Я уже говорила о том, когда мы гуляли с вами по Либерсовскому бульвару, что в 1850-м году в нынешних границах нынешних улиц Белинского, Успенской и Базарной возник первый в Одессе комплекс частной богодельни сердобольных сестер. Одним из отцов-основателей, которых был Александр Скорлатович Стурдзе, очень известная в общем-то личность, не будем сейчас специально о нем останавливаться говорить, но после его смерти, через несколько лет после его смерти, весь этот комплекс, который сохранился, это сейчас госпиталь инвалидов Отечественной войны, и при нем бывшая домовая церковь всех святых, всех скорбящих радостей, они сохранились в несколько измененном виде, особенно храм, но в принципе представление вы об этом имеете, и в 859 году, когда присвоили и этой богодельни имя Стурдзе, естественно, что проезд напротив этой богодельни люди стали называть Стурдзе. И только в 1902 году, после проведенной реформы, которую я вам говорила, когда очень много улиц, безымянных проездов, дорог получили свои названия, фамилия Стурдзе вписалась в этот переулок уже официально, его стали называть Стурдзе. Прогулку по нему я бы тоже хотела начать с цитаты Константина Георгиевича Паустовского, который писал чтобы точно представить себе, что случилось, а он описывает события своей жизни на Черноморской улице, когда он жил в санатории Ландесмена в двадцатом в двадцатом в двадцатом лета, в двадцатом и двадцатом году, и описывает один случай. е, чтобы точно представить себе то, что с ним случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзе перегонах. Путь на Черноморску и шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти. Можно было обойти по батарейному и по обсерваторному, но как потом признавался и не только Паустовский, а еще некоторые писатели, те переулки находились ближе к парку нынешнему Шевченко, Александровскому парку. И там можно было чаще попасть на неприятности. Среди деревьев прятались бандиты и так далее. А этот все-таки переулок был ближе всего к городским кварталам. Это такое отступление. Так вот, этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стургзи, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны, сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В Стурговском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с узкой темной подвороткой. В доме никто не жил, там взрослый бурьян. И вот однажды, идя по этому переулку, они со своим спутником, значит, писатель, Паустовский, будущий писатель, Паустовский со своим спутником наткнулись на пьяный патруль казаков. Это шло, это время, 19-20-й год, когда власть в Одессе менялась. Очень часто, но так я понимаю, что пьяные казаки как раз относятся к аденции между большевиками и белыми. Значит, они наткнулись там на этих казаков, которые прятались как раз в этой узкой подвороте. Ну и там потом описывает Паустовский, как они старались убежать от них и через заборы, через сады скатились прямо на побережье, прямо на побережье к морю, на берег моря. Ну, я хочу сказать, что несмотря на то, что эта повесть автобиографична, естественно, прежде всего она является художественным произведением. Поэтому мне бы хотелось не то, чтобы поправить писателя, но просто простить простительные для него неточности небольшие. Потому что писатель говорит о глухих заборах, за которыми прятались дома. Но в то же время, к тому, уже к концу 19 века, этот переулок уже можно было считать одним из самых урбанизированных в округе. Слажда, я буду так ручку мотать, да? Здесь, к тому времени, уже были возведены два чисто доходных дома. Вот один из них, номер 12, и сохранил свою старую нумерацию. Это дом бывший Ваймана, построенный в 896 году, вот так его. И там еще, по-моему, сохранилась даже революционная табличка страхования дома Московским, да, Одесским фериалом Московского страхового общества. Следующий. Да, вот она, видите? Вот эта табличка. То есть, крепкий дом, который был построен в 896 году. Явно не на одну семью рассчитан. Так что, это один дом. И еще один дом. Вот трехэтажный большой дом. Который находился на бывшем участке Войновичей. До революции, перед самой революцией, Заблокский. Сейчас у него номер 15. То есть, заборы шли дальше. В обвинении действительно там, вот, сзади говорят, что это домик. Обратите на его внимание, выгляды. Вот, видите, за великого забора. Мы к ним еще вернемся. Вот, это чисто такие доходные дома. И, кроме того, несколько домов... Следующий. Вот, посмотрите, три дома подряд. Явно построены по городскому принципу, да? По красной линии, тесно прижавшись друг к другу. Вот эти два первых дома, они представляют собой... Я даже пока не стала сильно разглядывать. Я думала, что это вообще один дом. Это два разных дома. Но они построены в стиле модерн. За ними следующий домик. 12-11. Нет, 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 скажем так. Я на ту картинку подошла. В моем случае. Следующий дом двухэтажный, более ранний. Но они все вот чисто городская застройка. И в то же время, слава Богу, до нас дожили еще так полюбившиеся по-всобскому, вот эти глухие заборы с остатками старых дач разной степени сохранности. Вот, смотрите. Вот номер второй, где жила семья Рыбинский. Вот это номер четвертый, старая дачка двухэтажная. Здесь жила семья Потоцкий. Что у нас там дальше? Следующий. Да, это вот дом четвертый, Потоцкий. Семья... Восьмой номер вот. Участок Рыбаково. Прячется. Вот это здание. Перестроенное немножечко. Фасад облупленный, был, видно, заменен штукатуркой. Такой балкон уже в советское время меняли. Но это старая архитектура со следами перестроек нашего времени. Это дача Кумани. Тоже стояла за трехим забором. Следующий. Вот, дальше нет. Вот заборы глухие были, которые сейчас гаражи, сарайчики, преборщины. Видите? Это бывший участок Войновича. И туда дальше, вот этот вот забор. Видите? Это был длинный-длинный участок Козленка. С двухэтажным домом. Потом шел длинный-длинный участок. Потому что вот эти дома, это уже новые построенные. Тоже был длинный такой участок. То есть какие-то фрагменты вот этих полюбившихся писателей заборов еще сохранились. Вот очень хорошо сохранился домик, на который я обращала ваше внимание некоторое время назад. Это двухэтажный особнячок очень милой архитектуры, который принадлежал семье Войновичи. Этот особнячок постройки где-то в 80-х годах, 19-го лета. Так, на мой взгляд, точно я не могу сказать, что это очень кропотливый был бы поезд. Но, во всяком случае, по тому материалу, по тем материалам, которые я изучала, это был их участок. И вот на балконе сохранилась не просто решетка, а вот сохранился вензий с буквой В. Вот сейчас его Саша еще раз нам покажет. Видите? Клан Войновичей является для Одессы как бы знаковым. И это люди, которые переселиваются.